Невероятно драматичной и напряженной оказалась сегодня спринтерская гонка у биатлонистов. Мужчины бежали 10 километров и вели стрельбу на двух огневых рубежах. Наш Антон Шипулин до самого финиша шел в числе лидеров, но до медали ему не хватило менее секунды. А победителем стал легендарный Бьерн Даллен. Репортаж Юлии Ольховской. Долгожданный момент для миллионов болельщиков. В олимпийской программе стартует биатлон. Один из самых зрелищных и популярных во всем мире видов спорта. Отличное настроение. Болеть будем очень сильно, громко, весело. Россия! Вперед! Спринт, гонка на 10 километров. Всего два огневых рубежа. Каждый промах может стоить спортсмену медали. Придется бежать в штрафной круг 150 метров. Первым из россиян на дистанцию выходит олимпийский чемпион Ванкувера Евгений Устюгов. 46-м стартует Дмитрий Малышко. Антон Шипулин 48-й. Евгению Гараничеву достался 68-й номер. Как говорят тренеры, в мужском биатлоне сейчас золотой век. Такой конкуренции больше нет ни в одном виде спорта. За последний год сразу 40 человек в разное время входили в пятерку лучших мировых биатлонистов. На олимпийское золото может претендовать любой из них. Больше всего, конечно же, наши болельщики переживают за спортсменов во время стрельбы. Вот сейчас стреляет Евгений Гараничев. И можно слышать, как весь стадион поддерживает нашего биатлониста. За наших приехали поболеть Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко и Виталий Мутко. А в Тюмени в это время за Антона Шипулина переживали родственники. Вот он, Антон! Вот он, Антон! Кодом российский спортсмен не уступал конкурентам. Последняя стрельба. Антон закрывает первую мишень, вторую, третью, четвертую, пятую. Но промахивается последним выстрелом. Всего 0,7 секунды отделили Шипулина от олимпийского пьедестала. Он четвертый. Очень недоволен собой тем, что допустил последний промах. Конечно, сегодня упустил не только медаль, упустил сегодня победу. И это полностью моя вина. Я сейчас за это, конечно, ненавижу. И очень переживаю, очень ругаюсь. Чувствовали, как болельщики болели за вас? Да, конечно, болельщики. Болельщики сегодня подарили много сил, много эмоций. Видно, что сильно переживает и поддерживает. Это дает определенных сил. Золото в спринте берет Улейнер Бюрндалин. Легенда биатлона теперь уже семикратный олимпийский чемпион. Последний сезон для него был не слишком удачным. И мало кто верил, что 40-летний спортсмен еще способен побеждать. Но он доказал, королем на лыжне его называют не зря. Конечно, я очень доволен. Это фантастическая гонка. Немного подвела стрельба, хотя, возможно, я придираюсь. Но гонка была отличная. А вот немецкие биатлонисты могли вообще не выйти на старт. Сломался самый важный инструмент. Машина для нанесения на лыжи рисунка, соответствующего структуре снега. А без него лыжи просто не будут скользить. Помощи отказали все, кроме российских сервисменов. У нас не было возможности получить запчасти к ней раньше, чем через две недели. И здесь нам помогла российская команда, предоставив на время свою. Это великолепный пример олимпийской взаимовыручки. Большое спасибо российской команде. Надеюсь, мы сможем отплатить ей тем же. Настоящей сенсацией гонки стало попадание на пьедестал чешского спортсмена Ярослава Сокупа. За последние три года он не выиграл ни одной медали. И вдруг олимпийская бронза. И еще одно доказательство того, что биатлон – один из самых непредсказуемых видов спорта. Юлия Альковская, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов и Наталья Литовка. Первый олимпийский в Сочи.